Влияние внешней информации на здоровье и поведение человека. Я весь день сегодня слушал такие выдающиеся умные доклады, что на вопрос, который ставил перед нами Константин Владимирович, кто я, у меня навеяло старый студенческий анекдот, как студент, который знал все только про червячков, на экзамене ему досталось про слона. И он начал свою речь с того, что если слон наступит на червячка, то дальше... Так вот, несмотря на все эти вопросы о том, как социальное влияет и прочее, я про червячка, про насилие и агрессию. Как она функционирует в нашем обществе и как передается. Значит, это модель, экологическая модель, предложенная Всемирной организацией здравоохранения сначала для анализа насилия, поскольку лет 20 назад ВОЗ занялся этой проблемой. При том, что ВОЗ занял, я бы сказал, аналармическую позицию, поскольку, так сказать, настаивал на том, что за последний, ну, за 20 век мир пережил больше 50 геноцидов, ну, обычные убийства криминальные и так далее. С другой стороны, есть другая линия, которую разделяют большая часть сторонников Big History, и она очень четко сформулирована в 2006 году Пинкером, который забросил лингвистику и перебрался на нашу сторону. И стал доказывать, что на самом деле человечество становится все лучше и лучше, количество убийств и жестокости уменьшается. Значит, здесь схоластические споры сторонников и противников в том смысле, что на какие данные кто-то опирается, значит, Пинкер опирается на количество дырок в голове у неандертальцев и у дальнейших, так сказать, людей, на примеры там жестокости. Значит, ВОЗ опирается на то, что вот оно нам дано в статистике. И в этом смысле, значит, вот один из ходов, который был, это вот предложена была такая экологическая модель, на мой взгляд, она очень важна вообще говоря не только для анализа насилия и агрессии, а вообще для всего. Ну вот достаточно посмотреть на вот эти сферы, как сразу становится понятно, почему на самом деле чрезвычайно низка эффективность большей части видов психотерапии. Потому что они ориентированы на личность и совершенно не учитывают, как он будет взаимодействовать с ближними и уж в том, что называется община. Значит, община, это вот, к сожалению, у нас слова нет, потому что вообще это комьюнити. И надо сказать, что в старых, не в старых, а в истории государства, так сказать, это всегда есть, это то, что воздействует на самого человека. Тривиальный пример – это то, что для подростка очень важно, группа и влияние группы. Значит, ну, хорошие соученики он хорошо учится, плохие начинают становиться на скользкую дорожку. Но, с другой стороны, это влияние двора и это вот дефект теперешней социализации молодежи, потому что в большей части мегаполисов дворов нет. И отсюда исчезает вертикальная социализация. Люди в школе учатся и социализируются на горизонтале своего возраста, ну, плюс-минус один класс. В то время как во дворе этот длинник, там, 9-летний, 16-летний, то есть вот эти вот зоны ближайшего развития для любого ребенка заданы этим. Но вот буквально недавно я услышал, как комьюнити, которая сохранилась в ряде даже государств, в частности в Узбекистане, то, что называется «Махаля», значит, как одно из самых эффективных средств борьбы с терроризмом. То есть профилактика терроризма в Узбекистане во многом передана на вот этот уровень комьюнити, где все друг друга знают и могут контролировать. И уж совсем меня потрясло, что в «Махали» переданы функции дружинников. 15, 10-15 человек, которые прослужили в армии, но которые охраняют вот этот вот «Махаля». Поэтому вот все четыре оси, они очень важны. И когда мы начинаем анализировать, а каким образом воспроизводится насилие в обществе, как это вот взаимосвязано, потому что понятно, что, ну, как бы, мы предположим, что ребенок рождается чистым листом, каким образом одни становятся агрессивны и другие нет. Так вот, некие вещи становятся очень важными. Значит, несколько лет назад, ну, то есть буквально 12-13 год, ЮНЕСКО провело исследование в 23 странах, и в том числе СНГ, там, Таджикистан и Армения, по-моему, еще какая-то республика. Значит, несколько тысяч детей, из чего было выявлено, что основным фактором социализации младших подростков, то есть 12-14 лет, является кино и телевидение. Ну, в первую очередь, телевидение. И выяснилось, что во всех странах мира 88% подростков знают Терминатора. Это и есть настоящий герой нашего времени, значит, и подобные ему. Быть похожим на насильственного героя хотел 51% агрессивных детей и 37% низкоагрессивных детей. И самое главное, что в этом же исследовании показано, что в сложных жизненных ситуациях они используют, значит, вот этих экранных героев как ролевую модель. Соответственно, возрастает внимание... Ну, какую кнопку я должен нажать? Ну, нажать. Так. Ну, вот это просто общая модель агрессии. Агрессия, ну, я сразу скажу, что я не очень большой ее сторонник, хотя она сейчас всемирно побеждает. Значит, следующее, если можно. Еще одну. Нет, дальше. А, вот. Значит, это то, что выявлено в большом количестве исследований о влиянии кино и теленасилия на человека, не только на маленького. Основная проблема в том, что вот такое живое ощущение, что человек посмотрел агрессивные фильмы и помчался творить агрессивные действия, то есть, несмотря на то, что я сказал, что это ролевая модель, на самом деле, так сказать, она не так сильно срабатывает. Основной вред заключается в том, что возникает, кроме того, что вот агрессивные установки и убеждения, возникает схема восприятия, ну, о которой я немного позже скажу. Агрессивные схемы ожидания – это то, что большая часть людей твердо уверена, что все нехорошие события происходят где-то в темных переулках. В то время как наши исследования карманных краж в Москве и Париже показали, что крадут в светлых, хороших и в местах, где люди расслабляются, и они не верят, что у них что-то унесут. Ну и, соответственно, вот это ожидание того, что каждый встречный может напасть. Поэтому лучше на опережение убрать источник угрозы. Ну, вот скрипты агрессивного поведения, но самое главное – это десенсибилизация. Значит, кроме того, что мы видим в фильмах агрессивную модель насильственную, мы на самом деле постепенно десенсибилизируем ощущение страдания жертвы. На самом деле страдания жертвы являются тормозящим фактором у большей части нормальных людей. Но вот этот мощный поток того, что мы видим, постепенно разрушает и дегуманизирует человека. Именно в том смысле, что я 200 раз видел, как человек, которого ударили вообще не то, что гаечным ключом, а топором по голове, потом догнал машину, оторвал бампер и выкинул врага. Значит, хромой на самом деле не так и переживает по поводу того, что ему ударили по ноге. Вот это постоянное видение, что страдания ни к чему не приводят, вот это одна из самых опасных тенденций, которые есть. А тенденция такова, что один исследователь, чем меня поразил, значит, он за две недели просмотрел 4 канала, нашел там 41 фильм с насилием. Ну, вернее, он смотрел 44 фильма, показывали, из них в 41 были сцены насилия. Сцены насилия длились от 20 до 55 минут. То есть такая мощная установка, притом это вот прошлогодняя вещь. И вот, ну, дальше, значит, естественно, играет роль вот эта агрессивная личность и ситуационные факторы. Значит, может, следующий слайд. Значит, я вот уже говорил, что вот в этой модели, о которой я говорил, значит, и всегда это было с 60-х годов, выделялась всегда, значит, вот некая когнитивная составляющая, которую там некоторые авторы называли враждебность. С враждебностью связано то, что это вот больше когнитивная составляющая, это разные авторы по-разному считают, некоторые считают, что это отношения, мы вообще рассматриваем это как картину мира, и происходят некие изменения во взглядах на связь психосоматических заболеваний и агрессивности. Значит, это то, с какими болезнями традиционно связывают, ну, традиционно последние 30 лет, связывают враждебность. Значит, можно следующий слайд? Значит, ее рассматривай ты как черту личности, как категорию отношений, как Месищев считал, враждебность в рамках представления картины мира, следующий можно. И вот мы выделяем там первичную и вторичную враждебность, вторичная, это, так сказать, это действительно более тотальная, так сказать, как картина мира у человека, а первичная – это негативное отношение к определенным объектам. Это вполне нормально, потому что вот это вот связано как раз с памятью. Если когда-то я столкнулся с каким-то объектом, живым или неживым, у меня может быть отдельное негативное к нему отношение, и я считаю, что этот человек всегда мне вредит, чтобы он хорошего не говорил. Значит, для тех, кого мы исследуем, и кто-то, кто нас больше интересует, это все-таки больше связано со вторичной враждебностью. Следующий слайд. Значит, ну, это вот психологический маркер индивидуальной уязвимости, а враждебная картина такая целостная. Следующий. Это совокупность, вот такая, с актуально воспринимаемым объектом. Следующий. Давайте дальше. Ну, вот есть персональное и имперсональное, разные виды отношений. Я не буду их все перечислять, все уже и так устали. Вот то, что мы получили. Значит, если говорить вкратце, практически всюду здесь заметно, что уровень враждебности выше. В наших исследованиях мы делали исследования на больных шизофрении, маниакально-депрессивном психозе, шизоаффективных расстройствах. И, значит, брали там сахарный диабет и бронхиальную астму. Сахарный диабет и бронхиальная астма были выбраны не случайно, потому что традиционно с агрессией связывали вот эти знаменитые александеровские психосоматические пять расстройств. Там еще добавлялось, значит, кардио и гастрозаболевания. Но это 20-е и 30-е годы под воздействием психоанализа. Уже в 70-е и 80-е, когда стали появляться хорошие психометрические методики для выявления агрессии, гнева и враждебности, стало ясно, что все не так примитивно, как представляли психоаналитики. Это была модель, она по-разному называется, то парового котла, то сливного бачка. И основное, значит, что где-то должно взорваться, поскольку человек свою агрессию вовне не может проявить, то где-то должно прорваться. Основная задача была проблема органа мишени. Но дело в том, что все эти исследования, которые мы проводили, на довольно большом контингенте, показали, что вообще говоря, больные отличаются только высоким уровнем враждебности. Агрессия растет на инициальных стадиях и потом спадает. Собственно говоря, это и в социальных исследованиях, ну, в социально-психологических, рост агрессивности показатель неблагополучия. Хотите в стране, хотите в регионе, хотите у одного человека. Каждый может вспомнить, что когда начинается какое-то заболевание, там повышается температура, все окружающие говорят громко, свет ярче и так далее. Несколько дней проходит, болезнь не проходит еще, но уже жизнь налаживается. Вот, враждебные люди, как Бурдон, у них высокий уровень враждебности, ну, мы смотрели длинники, поскольку это была шизофрения, и это наши пациенты, то у нас были длинники там 6-11 лет. Вот, все время высокий уровень враждебности. И то же самое у, там сложней, у большой группы с бронхиальной астмой. В институте Чучалина. Следующий слайд. Значит, ну вот, это качественная специфика враждебности. Здесь, на самом деле, очень важные проблемы для всех врачей, потому что высокий уровень враждебности резко понижает комплоентность больных. Они не сотрудничают с врачами. У них в крайнем варианте это вызов. Знаете, как один высоковраждебный патанатом долго рассказывал всякие гадости о вреде курения, показывал, понятно, где он добыл фотографии легких, а выступал он перед женщинами, которые занимались профилактикой курения. И вдруг я вижу, что он, ну, кончает говорить, а руку в карман все время засовывает. И я даже так про себя подумал, ну, неужели? Как только он кончает, у него так виртуозно, что ясно, что он тренировался, потому что у него виртуозно во рту вот такое сальто оказалось сигареты. С этими женщинами просто плохо стало. А председательница решила как-то, ну, понятно, что ситуация неловкая, и она стала говорить, ну, вы знаете, зато он участвует во всех профилактических программах. Иглоукалывание, жвачка, пластырь, там, психотерапевт. Ну, она там стала говорить, что там пластырь был маленький, жвачка старая, иглы, значит, не китайские, а корейские. Но на самом деле, ну, он доброжелательный человек, он, поскольку он все воспринимал как вызов, он и нас воспринял как вызов, значит, мы замерили у него враждебность. У него высочайшая враждебность. Для него победа этих врачей, ну, или там победа над курением, это его поражение. Он их всех видел. Но он немножечко такой буревестник, там, пусть сильные грянет буря, он готов пойти на риск. Таких достаточно много, но в более мягкой форме, это люди, которые отказываются от собственного лечения. Можно следующий слайд? Ну, это вот я уже сказал. Давайте дальше. И это тоже можно все пропустить. Ну, вот я все это словами говорил, можете прочесть. Еще слайд и следующий. Вот здесь более важная вещь. Значит, есть несколько подходов, они, в принципе, не очень сильно отличаются. Уже во всяком случае транзактные, это просто гибрид первых двух. Проблема заключается в том, на какую из физиологических структур опираются авторы. Значит, одни находят, что люди с высокой враждебностью в ситуациях, в которых они видят угрозу, идет выработка тестостерона, и они активно реагируют. На то, что психосоциальное, что они активно попадают в стрессогенные ситуации, и дальше, так сказать, запускается тот же самый механизм. И там есть только один момент, вот в транзактное это больше, что они начинают искать эти ситуации. Им уже начинает доставлять удовольствие переживание этих ситуаций. То есть, это не просто, значит, ну попало и выработалось, а вот что они ищут. Ну и последняя модель, это вот более традиционная, в том смысле, что все-таки надо продолжать поиски, есть ли связи высокой враждебности и агрессивности с определенными формами заболевания. Потому что они все-таки у всех есть, значит, но хочется найти, что, ну это что, общая, как базисная черта, все равно же люди болеют и другие тоже. Значит, вот что меня удивило, в последние годы появились работы по поводу того, что можно использовать вот эти новые достижения, там ПЭД, МРА и там и прочее, значит, для исследования агрессивных людей. Они, в принципе, немножечко начинают совпадать с лонгитюдными исследованиями, проведенными много раньше, по поводу вот влияния насильственного кино. Много лет назад в одном небольшом американском городе была взята группа семи девятилетних детей, которые любили смотреть агрессивные фильмы вместе с родителем, ну с папой, и вели себя очень агрессивно в школе. Потом через 10 лет их посмотрели, они продолжали вести себя агрессивно, в школе только хуже, уже, так сказать, ими интересовались полицейские и продолжали много смотреть агрессивные фильмы. А через еще 10 лет, то есть через 20 лет после начала, когда им стало 27, то в городе не оказалось ни одного из этих ребят, они все сидели. По агрессивным статьям, ну, по насильственным статьям. Вот, что меня удивило, это работа там, 14-го года, когда выделили из, ну, естественно, там небольшие исследования, всегда маленькие группы, но больше 40 человек, которых разбили на две группы, ну, любящих агрессивные фильмы, ну, они сами по себе высокоагрессивные в поведении и низкоагрессивных, мерили все, что можно там с головой, выяснилось, что у них есть определенные структуры, именно различающие их, вот, по этим всем параметрам, которые можно получить с большим количеством приборов. И вот в этом исследовании выяснилось, что, да, высокоагрессивные, вот, их уже строение мозга и мировосприятие такое, что они ищут агрессивную стимуляцию для себя и получают от этого удовольствие. Вот, то есть там уже, так сказать, замкнутый круг, потому что они получают удовольствие, в отличие от низкоагрессивных, которые, так сказать, понятно, что все задействовано, но удовольствие они не получают. И вот, завершая, я просто хочу сказать, что без учета некоторых вот такого рода вещей, на которые я обращал внимание, главное, на вопросы социализации, мы много чего не получим, потому что, вот, после событий в Керчи нужно понимать, что мы, вот, все в едином пространстве. Понимаете, это удивительная ситуация глобализации информационного пространства, то есть, что-то там, ну, кошка потянется в Пхукете, и мы это будем знать. Но с другой стороны происходит мощная атомизация общества. Вот, атомизированный человек находит подтверждение для своих действий в вполне определенных вещах. Поэтому не случайно, вот это почти, ну, как сектантское, или там, я уже не знаю, как это назвать, поклонение эффекту школы Коломбайн. Мы о ней вспоминаем только, когда у нас что-то происходит, вот, этот мальчик, там, Иван Теевский, или еще какой-то, но реально во всем мире происходят такие события. Ну, в Америке больше всего, но и в Европе тоже. Это удивительная вещь, потому что сливается агрессия и аутоагрессия. В каком-то смысле мы можем же обсуждать, как расширенный суицид, то, что он кончал жизнь с суицидом, а псковские мальчика и девочка тоже самое, обстреляли полицейских, покончили счеты с жизнью. Кто-то пускает самолет вниз в перенеях. То есть, то, что раньше лежало на разных полочках агрессия и аутоагрессия, почему я сказал, что общая модель агрессии меня не устраивает, потому что там нет аутоагрессии. Они просто по определению ее выкинули. А мы видим, что они начинают сливаться, и вот здесь очень важны все те элементы, о которых я говорил. Спасибо за внимание. По-моему, я уложился. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Вопросы? Да, пожалуйста. Микрофон сейчас дадут. Спасибо большое за доклад. Очень интересно. Вы рассказали о собой проблеме. А какие варианты решения этой глобальной проблемы? То есть, как противоположную картину получить нам? Мы же в этом все заинтересованы. Знал бы ответ. Поехал бы в декабре в Стокгольм. Сергей Николаевич. Какие ведутся работы в этом? Ну, не стыд. Какие ведутся работы? А заводной апельсин? Ну, заводной апельсин, вы видели этот фильм? Ну, что хорошего? Ходок же нет. Ну, это звучит как все, все пропало. Примерно так и есть. Значит, и особенно в нашей стране. Спасибо. А что должен быть активный? Я вам один пример приведу. Значит, когда американцы в 60-е годы возбудились по поводу того, что на улицах высокая преступность несовершеннолетних, там и вообще была высокая преступность, там появилась куча горячих голов и от психологов, что надо руководствоваться теорией катарсиса, надо показывать как можно больше агрессивных фильмов и порнофильмов, тогда изнасилования упадут и агрессия упадет. Поскольку ничем там не падало, они создали комиссию под руководством брата президента Эйзенхауэра, и в 70-м, в 80-м году были слушания в Конгрессе. Значит, этот доклад вот такой двухтомный. Значит, там обобщено 12 тысяч исследований, которые были поручены самым разным университетам, лабораториям, там вот все работали. Обобщение очень интересное, и для гигиенистов там, например, было показано, что ни в коем случае нельзя кариесом запутывать детей, они должны учить только одно, реклама должна быть одна, а зубы надо чистить, а вовсе не ест ты будешь. То же самое с водителями, их не надо запугивать, потому что боятся родственники, а не водители. Значит, в 2007 году, вы запомнили, 12 тысяч. В 2007 году были уже слушания в Конгрессе же по поводу компьютерных игр. Значит, у нас в Думе были предварительные слушания, продавать оружие или нет. На всю страну у нас скребли четырех экспертов, которые про оружие что-то знали, ну, про психологию оружия. Когда вдруг горячие головы в Думе решили запретить Тома и Джерри, то меня попросили написать одну страницу, больше они не осилят. Значит, это через 30 лет после американского. Поэтому разговаривать несерьезно. Понимаете, американцы, вот сейчас была же удивительная ситуация. За последние 10 лет преступность несовершеннолетняя, вообще общая преступность, и преступность у нас только, она осталась высокая, а вообще, значит, преступность стала падать у молодежи, насильственная. И поскольку это удивительно, то стали искать одна из гипотестов, которая наиболее фундирована, что с улицы ушла молодежь в компьютерные игры. И вывод там только один, что нужно будет все время подбрасывать. То есть, ну, конвейер должен быть раскручен, потому что нельзя их выпускать от компьютера. Тогда будет все спокойно. Это в каком-то смысле противоречит предыдущей идее, о которой я говорил, что когда человек играет в компьютер, то, значит, он обучается насилию. Но здесь, вот опять-таки, неразрешенные вопросы. Значит, социализация в онлайн и оффлайн – это одно и то же. Вот, нет, на него нет ответа просто. А то же самое с агрессией. Вот у меня есть, ну, был один приятель в Ленинграде, старший научный сотрудник, когда только-только появились компьютерные игры, он всю ночь играл в игру, подошел к Невскому проспекту и стал думать, он может в три прыжка пересечь Невский. Пришел, быстро оценил, что не может, повернулся и сделал несколько шагов в сторону дома. Потом, значит, его озарило, что он вообще старший научный сотрудник, он может на Невском даже ползти, если его не задавят машины. То есть он носитель воли. Но вот это вот само наведение даже на вполне интеллектуального человека, оно говорит о том, что этой проблемой нужно серьезно заниматься. Этой проблемой практически никто не занимается. Я вспоминаю примеры спонтанно. Антон Семенович Макаренко взял колонистов и воспитал из них хороших людей. Но ведь это возможно получается. Значит, вы не забывайте, что Антон Семенович Макаренко стоял на плечах всевозможных гигантов русской педагогической и психологической мысли. Он не с дерева упал и не инопланетянин. Кроме Антона Семеновича Макаренко и там и Сорока Росинский, и Шацкий. Там имя им легион. Значит, у них появилась задача? Государство пошло им навстречу? Значит, государство пойдет навстречу. А у нас сейчас появилось огромное количество конъюнктурчиков. Прилетаю в Махачкалу на конференцию по экстремизму. 900 тезисов. Может быть, 900 исследователей экстремизма, когда я знаю, что их 5. Значит, 3 тома. Все сотрудники кафедр философии. Возможно повысить ринцевский индекс. Там все в полном порядке. А разговаривать потом приглашают уже в силовые структуры. Выясняют, что сидят 4 стареньких человека. Спасибо. Владимир Николаевич, хотел бы практическую плоскость в ваших вопрос немножко обратить. Как известно, максимум враждебности был в мире во время Холодной войны в 70-е годы. Потом эта враждебность начиналась вступать уже к появлению нового мышления, которое выглавили ученые. И фактически ученые прозвратили Третью мировую войну благодаря тому, что была кандидатом. О невозможности, о профессиональности ядерной войны, о том, что тезис, о том, что война является продолжением политики средствами уже неприменим в условиях ядерной войны. И также Академик Великобритании 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 Петровске сказал, что переследили на о том, что бывают войны несправедливые и несправедливые, также неприменим в ядерную эпоху, потому что когда остаются только тараканы и мыши среди них они несправедливые и несправедливые просто не существуют неприменимы. Вопрос состоит в том, сейчас, в настоящее время, когда столбы решаются уровень мировой глобальной враждебности, возможно ли какое-нибудь движение умов в сторону в разрешении нового движения власти? Вы же сами ответили. Для того, чтобы приостанавливать, нужно иметь ученых. Если у вас нет ученых, то приостановить нечем. Ну, остались тараканы и мыши. Кстати, это образы, вот это как раз архетипические образы врага. Тараканы, мыши и эти, змеи. И крысы. Ну, крысы и мыши, я их считал. Ну, крыса большая мышь. Ученых на самом деле много, стоп уже меньше не стало. Что? Ученых стало не меньше, а гораздо больше. Почему нет этого движения? Нет, дело в том, что, понимаете, когда-то Ясперс писал, что ученые это аристократы в мире 20 века. сейчас они стали не то, что их стало мало, но мы же все стали сферой обслуги. Не знаю, как в других странах, но в нашей это точно, что мы сфера обслуги. Университеты на этом вырождаются. А раз сфера обслуги, то станцуйте джигу на столе за пожелание. Понимаете, нужно же иметь мужество продавать секреты врагу, чтобы они догнали и был бы паритет, что было для многих ученых во всех странах характерно. Нужно иметь мужество встретиться и руку пожать и договариваться. А когда видно, как нарастает язык вражды, притом всюду, а потом понимаете, то, что сейчас произошло, ну, немножечко про другое, но вот то, чем я в последнее время занимаюсь, значит, появился такой термин эхокамера. Это то, что люди группируются по интересам, ну, своим, и они никого больше слушать не будут. Вот они слушают одну радиостанцию, а все, кто не слушает эту радиостанцию, слушают другую, гады и враги. Вот газеты читаем только вот эту и эту, и это во всем мире, и это не политиканские, там, право, лево, там, и прочее, а, собственно говоря, вот те исследователи, с которых я начал, это все, это люди, которые пытались бороться с идеями заговора, с антинаучностью, вот, почему комиссия по лженауке, как бы, сотрясает воздух, может быть, и правильно, но ее никто не будет слушать, потому что эти люди не воспринимают никаких сообщений, они там специально пустили слух о том, что, ну, можно ли вот поверить в такое, что в следах самолетов, вот в этих, обнаружены следы Виагры, значит, и выяснилось, что люди, которые любят читать вот эти средства массовой информации, твердо уверены и уговорить их, что Виагра не может быть в керосине авиационном, нельзя, и вот это стопорит все, что угодно, понимаете, то есть, нам кажется, что это только вот люди делятся на там эхо Москвы против второго канала, а выясняется, что какая разница эхо Москвы против второго канала, как газета поиск против стенгазеты местной. Сейчас, не, вот последнее в русскате и вы, вы. Спасибо большое за доклад. У меня такой вопрос. Существуют ли какие-то корреляции между враждебностью, как картиной мира, и уровнем развития каких-либо психических функций, общим уровнем интеллектуального развития и уровнем образованности человека? Начну с конца. С общим уровнем образованности вообще ничего хорошего не коррелигирует, кроме одного, то есть, это не вредно. Образование, значит, оно умным дает больше знаний, а глупым ничего не дает. Они могут стать талмудистами и начетчиками. С IQ очень мало. Оно больше связано с тем, что в последнее время в исследованиях интеллекта начинают выделять, называется мудрость. В принципе, по описанию это эксперты. То есть, люди, которые знают, как решить проблему, когда они еще не знают прямого ответа. То есть, они не знают, что такое 3 плюс 2, но они примерно догадывают, что надо решать задачу. Или знают, к кому обратиться. Вот с этим там есть западные исследования, которые показывают. Ой, это не социальный интеллект. Вот социальный интеллект это по-моему какая-то странная игра. Значит, под социальный интеллект, понимаете, они там пересекаются еще с эмоциональным интеллектом. Как вы определяете эмоцию другого? Раньше называлась эмпатия. Только собой два знака. И у психопатов тоже высокий уровень эмпатии. А он если бы я занимался, я бы продолжил. А так я вам говорю, что с мудростью коррелирует. Значит, и вот это может быть одна из последних надежд, что все-таки если появится большое количество мудрых, то может быть мы снизим уровень агрессии. Коллеги, мы... Ну, мало ли родятся. должны продолжать. Большое спасибо, Сергей Николаевич. Спасибо.